Добрый день! Снова хочу рассказать об онлайн казино Эдгелес, блокчейн казино, чем он интересен для потребителей и чем он интересен для инвесторов. Эдгелес в точке зрения потребителя прежде всего онлайн казино, а только затем это блокчейн проект. Именно в такой последовательности сущность этого блокчейн проекта, они в обратный. Потому что блокчейн технология это всего лишь инструмент, который позволит Эдгелесу завоевать свое место на очень конкурентном рынке онлайн казино. А то, что Эдгелес потребительский продукт, это очень важно для инвесторов. Инвесторов в блокчейн технологию, в данном случае блокчейн Эдгелеса, точнее блокчейн проект Эдгелеса. В этой презентации я не буду давать ни одного графика изменения цены, поскольку считаю фундаментальные значения проектов гораздо важнее, чем любые краткосрочные ценовые изменения. Именно фундаментальные показатели важны для дальнейшего роста стоимости проекта. У массовых инвесторов, абсолютно у всех, есть на текущий момент одна большая паранойя, что актив будет расти только тогда, когда его будут покупать на бирже какой-нибудь другой инвестор. Да, это верная точка зрения, но гораздо больше прирост стоимости происходит всегда тогда, когда потребность в этом активе вызвана определенными органическими причинами. И в основе именно онлайн проекта Эдгелес, онлайн казино Эдгелес, эти причины, они первоестественные. Напомню, что в основе проекта лежит его корневой токен Эдг. Именно под таким названием Эдг вращается на всех крипто биржах. И именно он используется пользователями для игры внутри Эдгелес казино. В том случае, когда любители онлайн игр хотят поиграть в Эдгелес казино, они должны подкупать токены Эдг и уже внутри проекта, внутри онлайн казино играть с ним в игры. Так за счет чего же будут покупаться токены Эдг, за счет чего проект онлайн казино Эдгелес займет место под солнцем, как я уже сказал, в очень, в мега конкурентном рынке онлайн казино. Обозначим несколько проблем. Прежде всего, это проблема риска контрагентов. Они в России знают, я думаю, абсолютно все. Каждый день по несколько банков лишается лицензии. И у каждого, кто держал в этом банке, встает вопрос, что же дальше-то будет. А уж среди онлайн казино, когда вы заходите в интернет и выбираете того, с кем же вам поиграть, о том, что произойдет с вашими деньгами, через минуту, вообще непонятно. У самого сейчас СМИ узнаваемого казино Азина 777, я думаю, точно такие же вопросы. Что произойдет с деньгами, не то, что через год, а что произойдет с ними через 5 минут в этом казино. А блокчейн, это как раз в первую очередь отсутствие рисков контрагентов. То есть то, что позволит снять с нас со всех ту головную боль, которая в этом мире существует. Надежность контрагента, у которого находятся ваши деньги. Вторая проблема глобальной всех онлайн казино, это контроль честности. Точно так же, как во всех российских банках, нужно следить за тем, чтобы не утекли куда-нибудь ваши денежки. В онлайн казино нужно быть уверенным, что из колоды выходят карты именно в надлежащем случайным образом, а не каким-нибудь образом подмешанным, выгодным для казино. Во всех современных серьезных онлайн казино есть эти системы контроля честности, но основаны они все на внешнем аудите, то есть на той же проблеме риска контрагентов. Каждый этап контроля можно проверять до бесконечности, но и в этой системе всегда найдется брешь. И система центральных банков мира это прекрасно показывает. И не только в России, но и во всех странах без исключения, и в США, и в Европе, кризис 2008 года это нагляднейшим образом показал. А блокчейн позволяет завести эту процедуру в машинный код. И система централизации, которая является корнем блокчейн-технологии, не позволит ее разрушить. То есть та система, которая заложена в платформу Этериума, будет и гарантией надлежащей работы онлайн казино Эдгелес. Этот, я обрисовал те плюсы, за счет которых Эдгелес казино займет место под солнцем. Осталось только, чтобы команда, которая стоит за спиной Эдгелес проекта, выполняла все-все возложенные на себя обязательства. В качестве примеров приведу то, что Эдгелес проект существует уже больше года. В 2017 году прошло ICO этого проекта. К сентябрю 2017 года Эдгелес команда обещала выпустить альфа и бета продукты с Blackjack. В сентябре они были выполнены. Эти обещания были выполнены. Они выставили бета-версию, в которую пригласили порядка 800 первых желающих пользователей поиграть в Blackjack. В итоге пользователей оказалось больше, но платформа это выдержала. Хотя там возникли другие проблемы, уже больше с платформой Этериум. Но тем не менее, обещание было выполнено. В 2017 году команда обещала получить официальную лицензию онлайн регулирующих органов, онлайн казино регулирующих органов. Это и страны Курасау. Лицензия была получена несколько позже, в январе 2018 года. Но она была получена. И в планах дальше у проекта получить английские и мальтийские лицензии. Поэтому, на мой взгляд, этот проект чем-то напоминает проект Амазона и Гугла. Где-то в начале 2000-х, в середине 2000-х годов. Когда разработчики могли из того пластилина, который у них был в руках, слепить что-то мега грандиозное. И в итоге с Амазоном и с Гуглом это получилось. Надеюсь, что это получится и с проектом Эдгелес. Всем спасибо.